Дорогие друзья, в рамках моей творческой студии позитивного мышления и актерского мастерства Татьяна Салманна Макту Сайфудин Такой сериал, можно ли быть греческой смоковницей, когда тебе почти 50 В рамках моей творческой студии Сегодня у нас воскресенье, 23 января Вот такие вот дела Ну что, ранний подъем, душ Хотя надо было более прохладный принять душ Достаточно такой, достаточно такой теплый приняла душ в моей ванной комнате Теперь чистая водичка натощак И буду готовить тебе свежий хлеб из пшеничной муки с добавлением перловочек Каша перловочка у меня сварена Так что вот, немножко пшеничной муки, воды, немножко сольки, немножко кашки Так что вот, буду жарить на подсолнечном масле И кушать с гороховым пюре Яндекс показывает здесь минус 4, минус 4 градуса Вот, смотрю в Яндекс Здесь показывает минус 8, даже я не поняла Здесь показывает минус 4 Сейчас почти 5 часов утра 4 часа и 47 минут Сейчас пожарю себе такие свежие хлебцы Подогрею гороховое пюре Поставлю, я уже положила белье Мою одежду в стиральную машинку поставлю стирать Так что вот, без отжима я стираю Вот такие взяла в моей стиральной машинке Кстати, обратили внимание, я загрузила очень интересное видео Про американский магазин, как там девушка Ну, я загрузила органик шоп Органик шоп, как там отовариваются И обычный магазин Такой сток, куда приезжают, в принципе, закупаться Где такой, а, немножко опт, опт, опт Так что вот, нас в коллектике мы тоже туда ездили Так что вот, я как-то не замечала, что там были вообще лобстеры, креветки замороженные Я вот так посмотрела, я думаю, надо было тоже там как-то так это отоварить Лобстерами, креветками, что-то я не замечала Так что вот Ну, наверное, надо было более внимательно Более внимательно посмотреть вот в этом магазине Так что вот, свое время Ну что, Яндекс Как встретить свою любовь? Главный секрет Формула персика по фэн-шу Ну что, посмотрим, дорогие друзья Наталья Правдина нам что-то-то хочет такое сказать про формулу персика Персики очень полезно, кстати, кушать Сейчас бы я с удовольствием скушала персики Ах, да Старамису Хочется кофе органик Ну да Персики Торт Термису Всем привет, дорогие друзья С вами Наталья Правдина на своем официальном YouTube-канале Я приветствую всех своих уважаемых подписчиков И рекомендую вам ставить лайки Писать комментарии и делиться этим видео со своими друзьями А всех гостей своего канала я приглашаю подписаться Потому что это самый лучший канал Где вы можете узнать все самое свежее, самое необходимое Из мира фэн-шуй позитивного мышления и финансовой грамотности Друзья, сегодня у нас с вами очень важная тема Это тема, которая всех интересует Как найти своего партнера в жизни Для этого существует прекрасная детальская фэн-шуйская формула Которая называется формула персиков Она базируется на том, что у нас с вами есть 4 так называемых основных направления Давайте их перечислим К каждому направлению соответствует свое животное Просто давайте об этом пока поговорим На юге у нас лошадь Это так называемые 4 кардинала 4 кардинальных направления Итак, на юге у нас лошадь Ну, кто хочет посмотреть это видео Я это видео можете посмотреть на ютубе Или я загрузила на мою страницу вконтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфудин через дефис Так что я хочу загружать Еще у нас 4 часа и 50 минут Я открываю мою страницу вконтакте Кто интересуется такой формулой персиков и фэн-шуй Может ознакомиться на моей странице Или на канале ютуба Кто там хочет быть моим френдом подписчиком Сейчас посмотрим, кто это Мужчина Джамшит Юлдаши Джамшит Юлдаши Это, смотрите, эта страница официально подтверждена Рождение 2000 года Чем же он занимается? Здесь не написано, чем он занимается Официальная страница Какой симпатичный парень 2000 года рождения Боже мой Какие-то вообще нет У него какие-то страшные Он что-то как-то Любит каких-то вот этих вот Клоунов раскрашенных Непонятных Уж больно много у него этих клоунов Раскрашенных Пу-да Так скажем Что это такое? Нет Удалю Я заблокирую Так что вот Про кресло царское спрашивает у меня Светлана Светлана Вербина спрашивает про царское кресло Это трон Светлана Я его купила за 49 тысяч рублей Я в одном из шоурумов в Санкт-Петербурге Как и кровать И другую-другую мебель За мои наличные деньги В 2017 году Я это еще снимала Выехала отсюда Продала квартиру мою Покупала новое жилье Так что вот думаю Продам квартиру Продам квартиру в центре Куплю две квартиры Я купила Эллинг в Петербурге Так что вот Сняла себе шикарную двухэтажную квартиру На Черной речке Так что вот Я думаю куплю еще себе мебель Куми шикарную Трон Я купила на 49 рублей Вы можете поехать даже Где мы с Пере путешествовали Такие в принципе Троны из дерева делают Мастера Очень хорошие мастера Где они были в Таиланде Нет Это в нашем свадебном путешествии На Бали У них резко под дерево У них шикарная мебель Я такой трон Видела В натурпродукте Без краски Его просто Вырезали Там он был вырезан из дерева Смотрите мои фото Я там даже сижу На этом троне Только он Не очень похож на Сарское кресло Поскольку он в таком Исполнении Просто в деревянном Просто дерево Такое светлое дерево Так что вот Это было в 2003 году Еще Светлана спрашивает Я загрузила это видео По поводу путешествий Ну да Пишет она Что мне повезло Не каждый через сайт И может так рисковать Да Я вам Светлана не советую Я не советую рисковать Знаете Есть Я так понимаю Я однажды летела на самолете И видела Что есть Такие Интернет знакомства Не интернет знакомства А знаете Такие знакомства VIP Где богатые мужчины Платят огромные деньги Хотят себе найти Ну да Они хотят найти Такую соответствующую себе По духу жизни Там нужны Такой VIP уровень Так интересно Рекламировали Такое агентство А так конечно Я вам не советую В общем Ну В общем Это Уходит Это Ушло Такое количество Времени На поиск Так скажем Мужа В общем Годы Это 6 лет жизни Ушло Светлана Если вы подумаете Это Это С 26 до 31 Это Самое Самое Такое В общем Время Ценное Так что Вот На что оно Ушло На поиски мужа Который Который Было Которого Теперь Нет В принципе Я с ним 4 года Прожила Мы с ним Развелись В 2008 Году А 6 лет жизни Потрачено 6 лет 6 лет Искать Чтобы 4 года Быть Вообще Замужем И как бы В принципе 6 лет Рисковать Я вам Не советую Рисковать Не потратить Только силы Энергии Вообще Своей И лучшие Годы жизни Так что Вот На такой Риск Быть 4 года Замужем И в общем Наверное Все таки С плана Я вам Посоветую Какие-то Книги Тони Робинс Луиз Ихей Натальи Правдиной Не знаю Там Знаете Сказка Для взрослых И вообще Книга Вообще Книги Роберт Стоун Написал Огромное Количество Книг Так что Вот Однакомьтесь Раз у него Такая Шикарная Книжка Небесная 911 Я все таки Думаю Что Как и Советуют Вообще Сначала В принципе На свое Саморазвитие На Так скажем Свой Рост Вот В разных Смыслах В том числе Финансовый И профессиональный Так что Вот Я думаю Что в принципе Возможно Лучше Было бы Потратить Эти годы На профессиональный Рост И в общем На какую-то Работу И быть В принципе Успешной В работе Сделать Бизнес Быть Богатой Самодостаточной Финансово Свободной И независимой Я так думаю Что наверное Б Сам Как бы С собой Или как-то Случайно На каком-нибудь Бизнес Встрече Нашелся бы Достойный Мужчина Который Предложил бы Руку и сердце Как-то Вот так Зато В общем Как там Бизнес Работа Зарабатываешь Деньги Имеешь Как бы Это все Успешно Имеешь Шикарный Дом Шикарную Машину Счет В банке Как говорится Финансовую Стабильность В общем Как-то Вот так Вот такие Вот дела Да Студенты Студенты 25 числа Татьянин День Студенческий День День Студента Также можете Обратить Внимание Сгружаю Огромное Количество Видео Хочу быть Таким Фуд Фуд Блокером Спонсора Вот Ну как Вот В принципе Там Такой мужчина Фудблогер Посещает Различные Рестораны От обычных До шикарных За лайки То есть Там у него Огромное Количество Подписчиков По-моему Больше Около Что-то Около Двух Миллионов Человек Так что Вот Смотрите Как это Фуд Еда Интересует Многих Шикарные Рестораны Многих Интересует Такой Фудблогер Ставит Лайки Ютуб Я так понимаю Платит ему Как-то Деньги За эти Лайки И он Как бы На вот Этом Потом В общем Как бы Превращает Еще какую-то Рекламу Вставляя Превращает В такой Бизнес В общем Ходит Шикарные Рестораны Дегустируют Показывают Снимают Видео Так что Вот Я Что-то Вот Тоже В таком Плане Хочу Для себя Мне Очень Нравится Его Эта Программа Так что Вот По типу Фуд Фудблогер Такие Вот дела Это Очень Популярно Популярнее Чем Позитивное Мышление Я так Понимаю Еда Интересует Всех А Может быть Дорогие Рестораны Нет А в принципе Он Как Советуют Где Там Можно Вообще Как Смотрите Шведский Стол Там Покал 500 Лишь Там По 500 600 Рублей Платишь Кушаешь Вообще Неограниченном Количестве Еду Так что Вот Также Орел и Решка Орел и Решка Очень хотелось бы Путешествовать Знаете Они что же На просмотрах Они делают Шикарные Видео Вот Векланды Вот На этом На рекламе Они делают Большие деньги Хотела бы Ты тоже Знаете Как Орел и Решка Только По богатому В этих Шикарных Отелях Знаете Как Они Снимают Шикарные Крезидентские Номера И по богатому По богатому Путешествуют Видео Снимают Очень Интересует И как Выкладываете Видео На моих Страницах Вконтакте Татьяна Салмана Через Девис Мактун Сай Фудин Через Дефис Так что Вот Также Мужчина Делает Закупочки Готовить Там Новогодний Стол Я тоже Вам Показываю Вот Здесь Такой Мужчина Различные Готовить Еду Из Различных Мультиков Например Это Тоже Все На Спонсорской Помощи Зарабатывает На Рекламе Его Спонсирует Он Заснимает Эти Видеоролики Я как бы Тоже Раскручиваю Такой Проект Даю Рекламу Потому что Тоже Хочу В общем Раскрутиться Как бы Знаете Какой-то Такой Проект Тоже Для себя Раскрутиться По поводу Спонсорской Помощи Знаете Вот В том Смысле Найти Спонсора Который Это Будет Спонсировать Я буду Заснимать Видео По поводу Знаете Вот Такой Фуд Фуд Блогер Так что Поэтому Я люблю Овторые Омары Черную Красную Икру И вообще Шикарные Фрукты Овощи Вот Ну и Мониторив Соответствующий Материал На ютубе И вам Показываю Как там Вообще Шоп Магазина В Арабских Эмиратах Меня удивил Больше Чем Американский Магазин Какое Количество У них Вообще Этих Малайзийских Фруктов Вот Такие Вот Дела Очень Понравился Очень Понравился Это Тоже Смотрите Я Загрузила Думаю Это Шикарнейший Магазин Салдусской Аравии Так что Вот Это 18 минут Позитива Со мной Статьяна Салманной Мактун Сай Футрин